Всем привет! Вы на канале Виктория Элит. Я думаю, что вы уже поняли, что мы уже начали переезжать. И тогда день был очень тяжелый, мы забрали очень большое количество вещей. И в итоге, знаете как, полдесятого начали все делать и закончили в 9 вечера, потому что они долго ехали, очень сильно устали все это перетаскивать. И нам осталось буквально чуть-чуть. И это очень круто, потому что время идет, и нам надо поскорее все-таки все это сделать. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Тем же вечером говорила, что если что-то будет плохое, если Ром будет на работе, я приду, помогу, мы его утихомерим, ни хрена подобного. И слава богу, мама тогда отговорила, и он к нам пришел в 11 утра, и естественно, никто об этом не знал, а вечером мы ставим после 12 ключи на замок, закрываем, и не дай бог, кто-то к нам придет и кого-нибудь приведет. Мы очень сильно здесь переживаем, очень сильно здесь тяжело, тяжело жить в такой ситуации, в такой обстановке ужасной на самом деле. И пришел со словами, пьяный, дайте мне пиво, но не нам он договорил моей маме, принеси мне пиво, пускай они поскорее съезжают, уже скоро надо продавать. В итоге вчера мы хотели пойти на, ну как это, подавать объявления, и девушки не было, с которой мы общаемся, и сегодня, скорее всего, пойдем. Ром пока уехал по делам, хочет вернуть 13% за свою операцию спустя год, можно так сделать, и он поехал за бумагами, чтобы потом относить в, ну не налоговую, наверное. И, в общем, в общем, сегодня, скорее всего, пойдем подавать документы, я не знаю, когда этот влог выйдет, но у меня пока что просто выбивает из колеи совсем ногти, я так себе и не сделала, я уже половину сломала, и от этого еще больше. Знаете, желание просыпаешься, не хочешь вообще ничего делать, вообще ничего, от всего устала, делаешь только из-за детей. Если бы не было детей, я бы укуталась пледом, я бы смотрела телевизор, я бы пила горячий шоколад какой-нибудь, и все. Я бы ничего не делала, даже не шевелилась, а вот из-за детей приходится вставать. Плюс ко всему, я недавно, у меня Рома, я давно хотела это сделать, потому что у нас кофе улетает очень сильно, очень сильно, очень огромными порциями. И я попробовала пить цикорий, я купила, потому что мы банку закончили, одну здоровую, 190 грамм, она у нас ушла недели за 2-3 вместе с Ромой, но он пьет только с молоком. И я попробовала пить цикорий, в итоге у меня очень сильно болела башка, я 2 дня его пила, вообще кофе не пила, очень сильно болела башка, но у меня пропала изжога, поэтому я не знаю. Я сейчас опять перешла на кофе, но цикорий мне не отвратный, это самое главное, так что возможно в скором времени я до конца откажусь от кофе, потому что я чувствую себя какой-то зависимой от него, это очень плохо. А у цикорий хотя бы, ну не знаю, плохой, неплохой, но я думаю, что попробовать можно потом попить. Ой, как-то, знаете, меньше тяги к нему, как будто воду пьешь, это тоже такой маленький нюанс. Сегодня мне надо привезти, я не знаю, почему я так снимаю, но мне каждый раз надо приводить себя в порядок перед тем, как я с вами поговорю, потому что мне с вами поговорить у меня очень мало времени, потому что я хотела ночью пойти, я хотела вечером пойти, но обстановка не позволяла, вот сейчас, слава богу, папа ушел. Ой, и все, в итоге он с разбитым лицом, естественно, его кто-то побил, он весь, ну это лицо, как будто, знаете, рассечение на голове. Весь в синяках, не весь в синяках, а с фингал под глазом, я вчера предложила покушать, он отказался, он принял ванну. Ну, я не знаю, просто такое ужасное огнетение, я не знаю, я, возможно, расклеилась, возможно, нет. Вот мне девчонки некоторые написали, что, а как ты будешь продавать, ты подумай своей головой, у тебя же, ты же сейчас будешь с Ромой и так далее, а вдруг ты разведешься, а вдруг там что-то, я тихо говорю, потому что у меня просто нету сил. А вдруг ты разведешься, а вдруг что-то пойдет не так, как ты запланировала, и будет хана. Ханы не будет, ханы не будет, хотя бы из-за того, что мы сейчас в браке находимся, и в любом случае половина будет моя, потому что совместно нажитое имущество, покупка квартиры будет в браке, поэтому я все равно могу претендовать в любом случае на половину квартиры. Я надеюсь, что, блин, у меня вообще нет других вариантов, здесь нет моего угла, там нет моего угла, нигде нет моего угла, и пускай это будет совместно нажитое имущество, пускай будет поделено на нас двоих, все равно я не знаю, что будет дальше, я буду надеяться, что мы не поругаемся в ближайшее время, я буду надеяться, что мы будем жить вместе, счастливо, но все равно у меня какие-то волнения из-за того, что вдруг он поменяется, когда мы приедем, вдруг мы будем ругаться чаще, чем здесь. Здесь я хотя бы чувствовала себя спокойно, пока папа не пришел, а там я знаю, что он будет чувствовать себя тоже спокойно, и я тоже буду переживать, я надеюсь, что все-таки все будет хорошо, что он не будет пить, как раньше тогда там, когда мы еще замужем не были, когда он с детей не был, я надеюсь, что он все-таки осознал все это, и у нас будет счастливая, благополучная семья, и я надеюсь, что все-таки все вернется на круги своя, и все станет хорошо. Здесь у меня нету своего угла, там у меня нету своего угла. И поэтому все равно, знаете, вариантов больше не остается. Поэтому у меня других вариантов. Если мы сейчас уедем, просто будет стоять. Но все равно мы будем знать, что нам некуда приехать с детьми. Ой, это, конечно... Сейчас, кстати, знаете, вышла новость, что с 1 января, я не знаю, законили или нет, 20-го года сделали материнский капитал на первого ребенка. Я не знаю, правда или не правда, но сделали бы это раньше, было бы лучше. А второй тип материнский капитал, если у вас двое детей, он будет увеличен просто на до 600 с чем-то тысяч. Я не знаю. Мы тогда узнавали по поводу материнского капитала, вот после этого как раз сообщение. И узнали, что 468 тысяч, что ли, он сейчас стоит. То есть он поднялся там тысяч на 10. И никаких 600 там речи не идет. Я не знаю, как сейчас будет рождаемость. Я не знаю, будет увеличена или не будет. Потому что говорят, что в России она очень сильно упала. Из-за этого поднимают, естественно, социальные планки, чтобы молодые женихи и невесты чувствовали себя в порядке, которые ждут ребятенка и спокойно делали бы себе детей. Я надеюсь, что все-таки это сделают. Потому что, ну, естественно, не все хотят иметь двух детей, как мы. Но я, честно, мечтаю о трех когда-нибудь. Лапочки, дочки, как говорится. Двое сыночков, лапочка, дочка. Я не знаю. Но это... Ой, я сейчас, честно, совсем не настроена на детей. Вот раньше я очень сильно хотела. А сейчас как-то, знаете, все ниже, ниже, ниже. Желаний вообще никакого нету. И настроения никакого нету. Чувствую себя говном убитым. Я не знаю. Осталось нам тут всего пару дней. И скоро мы переедем до конца. И будет это, конечно, очень тяжело. Рома завтра выходит на работу. И это будет встроение тяжело. Потому что он не будет переводиться. Он будет ездить прямо сюда каждый день. И уезжать, естественно, обратно. Я не знаю, как все это получится. Но я надеюсь, что все-таки у нас все это как-нибудь образумится. И мы сделали маленькую пересмывку в зале. Сейчас пойду покажу. Пока есть время. Потому что мы вчера этим занимались. Там было не до камеры, не до чего. Да вообще я что-то так устала. Так вымоталась уже за все эти дни переживания. Вон у Ромы начала болячка вылезать обратно. Его плохая, конечно, столько нервов. И, в общем, сейчас пойду покажу вам. Вот так комната выглядит теперь. Я говорила, что все поменяли. Теперь намного больше места. Теперь намного лучше. Но только толку от этого, конечно, мало. Кровать у нас теперь тут стоит. Ой, где я сена из гипсокартона. Детская тут стоит. И шкаф там теперь розетку заграждает. И теперь очень круто. У нас теперь стал вопрос по поводу ремонта. Стоит ли здесь доклеивать обуи? Потому что здесь вот такая вот история. Я думаю, что уже многие знают. Ну, конечно, не очень хорошо. Но мы не знаем, будем ли мы тут доделывать ремонт или нет. Потому что у нас просто нет времени. Просто нет ни желаний, ни денег. И чтобы квартира хоть как-то подороже продалась, конечно, это стоит сделать. Но мы пока не знаем. И на этом я буду с вами прощаться. Не теряйте меня. Я на связи. Но в комментарии, конечно, уже все. Нету ни сил, ни желания. Все отпало. Все настроение, все пропало. Я надеюсь, потом оно как-то улучшится. И на этом я буду с вами прощаться. Всех люблю, целуюся. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok